Всем привет! Сегодня рецепт из моего детства. Это торт яблочный аромат. Мама часто готовила его на праздники. Торт очень вкусный, нравится и взрослым, и детям. В первую очередь сделаем тесто для коржей. Понадобится 450 граммов муки, 200 граммов сметаны, 250 граммов сливочного масла, 2 яйца, щепотка соли. Масло перекладываю в муку и ножом рублю в крошку. В конце растираю руками. Должна получиться масляно-мучная крошка. Яйца соединяю со сметаной. Хорошо размешиваю и вливаю в крошку. Добавляю соль. Перемешиваю и собираю тесто в комок. Вымешивать не нужно. Делю тесто на 7 частей для 7 коржей. Весом примерно по 140-145 граммов. Можно разделить и на 5 или 6 коржей. Тогда торт будет ниже, но большим диаметром. Каждый кусочек теста округляю. Складываю на тарелку, накрываю и убираю в холодильник минимум на 2 часа. Можно на ночь. Когда тесто охладится, духовку с противнем разогреваю до 220 градусов. Тесто немного разминаю, чтобы оно стало более пластичным. Присыпаю мукой и раскатываю в тонкий круглый пласт. Стараюсь раскатать максимально тонко. Ориентируюсь на дно от разъемной формы диаметром 22 см. Пласт теста должен быть гораздо больше. Тесто щедро накалываю вилкой и с помощью пергаментной бумаги переношу в духовку на горячий противень. При 220 градусах выпекаю 12 минут до румяности. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовый корж подрезаю до нужного диаметра. Так нужно испечь все коржи. Они получаются хрупкие и слоеные. Обрезки собираю для обсыпки торта. Для яблок в сиропе понадобится 1 кг яблок или 6 штук, 300 мл воды и 100 г сахара. В кастрюле соединяю воду с сахаром и довожу до кипения. Когда сироп закипит, яблоки нарезаю тонкими кусочками и опускаю в сироп. За один раз 2 яблока. Варю несколько минут, пока яблоки не станут мягкими. Выкладываю на тарелку и нарезаю следующие яблоки. Готово! Оставляю их остыть. Варю заварной крем. Для него нужно 1 литр молока, 250 г сахара, 70 г кукурузного крахмала, 2 яйца, 10 г ванильного сахара и 150 г мягкого сливочного масла. Яйца соединяю с сахаром и ванильным сахаром. Размешиваю венчиком. Не взбиваю, просто размешиваю. Вливаю немного молока, чтобы смесь стала более жидкой. И всыпаю крахмал. Вымешиваю до однородности. Молоко выливаю в кастрюлю и нагреваю. До кипения не довожу. В яичную смесь понемногу вливаю горячее молоко и вымешиваю. Переливаю обратно в кастрюлю, переношу на плиту. При постоянном помешивании венчиком довожу крем до кипения. Когда закипит, снижаю температуру и варю 1-2 минуты. Готовый крем хорошо вымешиваю и в контакт накрываю пищевой пленкой. Ставлю кастрюлю в холодную воду, чтобы крем быстрее остыл. Когда крем будет еще достаточно теплым, около 50 градусов, подмешиваю в него мягкое сливочное масло. Взбиваю венчиком. Получится блестящий, красивый и вкусный крем. Теперь можно собрать торт. Блюдо в центре слегка смазываю кремом, чтобы коржи не скользили. Кладу корж. На него 3-3,5 столовых ложки с горкой крема. Разравниваю. Сверху выкладываю яблоки. Следующий корж. Слегка прижимаю. Так нужно собрать весь торт. Верх и бока торта смазываю оставшимся кремом. Обрезки перетираю в крошку и присыпаю верх торта. А бока уже, когда торт пропитается. Бока закрываю пищевой пленкой, чтобы крем не обветрился. И убираю торт пропитываться в прохладное место на 5-6 часов или на ночь. Когда торт пропитается, выравниваю бока и присыпаю крошкой. Теперь торт можно убрать в холодильник. Самый вкусный он будет на вторые сутки. Поэтому советую готовить заранее. Он хорошо пропитается и вкус станет сбалансированным, полноценным. Большой, праздничный и безумно вкусный. Друзья, на этом все. Очень надеюсь, что вас вдохновило. И как всегда, желаю вам удачной выпечки. И до новых встреч!